С Новым Годом, мои хорошие! С Новым Счастьем! Поздравляю всех от души и желаю, чтобы этот год был самым весёлым, самым классным. И чтобы все ваши мечты сбывались, чтобы просто вы были счастливы, чтобы у вас всё было хорошо, вы не болели, не грустили и много-много путешествовали, да, и чтобы год был продуктивным. И никаких невскуд вы не знали, да, чтобы просто на сердце была радость. Вот, наверное, это самое главное. Итак, в этом году я первое видео, которое снимаю, это о моём ежедневнике, как вы уже поняли. И здесь много всего разного, просто я приготовила для красивого фона и также для оформления сегодняшних разворотов. Надеюсь, получится нормально. Хочется чего-то такого новогоднего, праздничного и также немножко экстравагантного. Например, вот я приготовила лак, такой с блёстками, хочу там потом оформить. Пока я его уберу, чтобы он здесь не лежал, не мешался, приготовила такие вот скотчи. Они, в принципе, почти одинаковые, но на самом деле разные, вот, можете заметить. Один более матовый, другой очень сильно блестящий и третий вот такую полоску, просто мой самый любимый скотч. Мне кажется, они все новогодние. Затем у меня приготовлено ещё три скотча, очень интересных два вот таких вот голубых, один тёмный, другой светлый. И третий вот такой вот интересный, очень красивый. Здесь написано «С новым годом». Он вот так вот переливается разными блёстками, такими, как голографический. Также у меня здесь заказована вот такая вот бумажечка-скраб, где можно вырезать вот эти надписи и картинки, и также приклеивать на развороты. Приготовлена моя новая открытка новогодняя, которую я рисовала к этому Новому году. Каждый может её купить у меня в моём магазинчике. Кстати, печатаем на новой бумаге. Смотрите, фон матовый, как бы показать. Вот. А сама картинка глянцевая. Вот. Качество очень хорошее. Задник белый, как у фотографии. Мелованный. Здесь у нас ламинированная. И тут можно делать, как хотите, надписи, клеить марки и отправлять. То есть, всё для вашей души. Либо можете просто так дарить, либо вклеивать в дневник, как это делаю я. Также у меня здесь целая куча стикеров от Дома Старцевых. Спасибо моей любимой подруге Элен, которая предоставила мне такую возможность ими пользоваться. Подарила мне на Новый год целый набор таких стикеров, о которых я очень сильно мечтала. Именно из серии «Делай день», где разные мотивационные надписи. Я думаю, что в принципе больше мне ничего не понадобится для сегодняшнего оформления. Может быть, ещё какие-то наклейки. Но я вообще планировала сделать рисунок от руки. Но посмотрим, что у нас получится. Итак, блокнот у меня очень-очень пухлый. И я уже сделала первую запись в 2017 году. Вот в таком вот стиле. Просто мои мысли и планы небольшие. Вот. Вот так вот. И дальше мы будем делать сегодня оформление ежедневника. Итак, для записи мне понадобится белая ручка, чёрный фломастер и простой карандаш. Но пока я хочу сделать оформление, поэтому возьму ножницы. И честно, не знаю, взять либо серебряный скотч, либо взять голубой. Но мне кажется, что он сильно тёмный. Либо взять просто с Новым Годом и сверху так вот как-то украсить. Не знаю. Задача, конечно, такая. Нужно подобрать цвет. Можно, в принципе, да, такой голубой взять. Но в то же время хочется чего-то. Да, наверное, я возьму вот такой всё-таки. Очень стало неудобно вести этот блокнот, потому что он очень толстый, как видите. Да, и я уже заполняю ту сторону, я всё заполнила и уже начала заполнять здесь. Поэтому, а в середине я веду дневник, а с этой стороны у меня именно челленджи. В любом случае, я хочу пропиарить свои наклейки новые, которые я выпустила перед Новым Годом. Они на зимнюю тематику. Вы можете зайти ко мне в магазинчик и доказать их у меня. Они стоят совершенно недолго. Они очень качественные. Все их вырезаю я вручную. Потом запаковываю в конвертик красиво. И отправляю вам почтой. Вот, так что такие вот мои малыши зимние. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Очень скромный, но в то же время яркий, новогодний. Лучше, чем предыдущие развороты за прошлый год. Мне больше всего нравится этот. Такой прям вот морозный, зимний. И вот этот вот лак, он создает такое детское настроение, когда вспоминаешь о детстве. Вот, и варежки напоминают о том, что тепло, нужно греться, и что зима это время для двоих и так далее. Вот, в общем, все-таки романтические нотки в настроении пребывают. Вот, и в то же время немножко морозные, то, что голова всегда должна быть свежей. Вот, и мне кажется, здесь ничего лишнего нет, пустые места оставила для того, чтобы потом еще заполнять их. Есть еще пару дел, которые здесь можно вписать, а там покупки еще можно вписать. Да, и больше ничего не нужно. Все такое вот сегодня минималистичное. И как обычно по два-три разворота, да, бывает, а только один. Вот, потому что в этом месяце я в основном собираюсь только снимать. И, в принципе, зима, она более такая продуктивная, когда нет времени ее там гулять, ходить куда-то. Вот, работать, работать, работать. Так что вот такие вы дела. Надеюсь, вам понравилось. Всех с Новым годом еще раз. И желаю, чтобы ваши ежедневники, ваши всякие разные планинги были заполнены кучами разных самых интересных дел, чтобы вы не скучали и всегда у вас было что-то интересное и чем заняться. Всех любит, целую, внимаю. До встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok